может быть знаете что а вот так же нормально или она это тоже будет видеть вот так добрый день доктора добрый день добрый день добрый день Продолжение следует... 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 Также это корпоральные, церебральные, артикулярные, назальные точки стопы и кисти. То есть в зависимости от проекции, на которых будут воздействовать те или иные способы рефлексотерапии. Пример воздействия артикулярного. Когда мы говорим о воздействии рефлексотерапии на внутренние органы, мы подразумеваем под собой висцеромоторную теорию. Согласно которой воздействие на периферическую нервную систему влияет на состояние внутренних органов и наоборот. Единица, нестандартная единица измерения в акупунктуре является ЦУЛЬ. Настоящая ограниченная применение. Почему это единица измерения? Потому что она индивидуальная, абсолютно равна 2,5 см. Вот пример единицы измерения, которые приняты в рефлексотерапии. Этот способ принят потому, что он позволяет персонализировать нахождение, глубину воздействия при той или иной патологии. Один из видов рефлексотерапии является иглорефлексотерапия. Направление в традиционной китайской медицине, в котором воздействие на организм, осуществляется специальной иглами через особые точки на теле, посредством введения их в точки манипуляции. Иглорефлексотерапия может быть классической поверхностной и микроиглотерапией. Методы воздействия в зависимости от глубины погружения, от глубины воздействия, от времени и от силы воздействия. Может быть тормозной, возбуждающей, переходной и комбинированной. Один из приемов введения иглы при иглорефлексотерапии. Способы введения и излечения игл. Это может медленно вращение, быстро поверхностного укола с последующим вращением, введение через трубочку. Осложнение иглорефлексотерапии. Переломы игл, искривление игл, финансирование кожи, глубже лежащих тканей. Один из видов иглорефлексотерапии это микроиглотерапия. Способ длительного раздражения точек солидными, цельными и малыми по размеру специальными иглами. При иглорефлексотерапии иголочки, микроиглы, они фиксируются и могут... Продолжительность их воздействия может длиться несколько часов. Нельзя вводить иглорефлексотерапию над крупными венозными сосудами. Детям в области родничков, в область кожных рубцов, воспалительных очагов. Третьим видом иглорефлексотерапии является поверхность иглорефлексотерапии. Обнять несколько способов раздражения кожной зоны. Одной иглой, пучком игл и молоточками с иглами. Вот примеры молоточки с иглами. По степени раздражения, оно может быть слабое, среднее и сильное. Пример инструментов, с помощью которыми может проводиться поверхностная иглорефлексотерапия. Одним из видов способов применения поверхностной иглорефлексотерапии являются аппликаторы Кузнецова и аппликаторы Лептко. Нужно сказать, что здоровье человека определяется не только в физическом состоянии, но также в психологическом настрое, который очень важен. Тяжелый недуг, который делает человека беспомощным, это еще большая психологическая нагрузка. Если болезнь или травма лишает человекоспособности двигаться, то именно в этих случаях может на помощь приходить эрготерапия. Эрготерапия это сложный комплекс реабилитационных мероприятий, направленный на восстановление повседневной деятельности человека с учетом имеющихся физических ограничений. Это улучшение качества жизни людей, которые из-за болезни или травм потеряли способность двигаться, координировать движение и заниматься привычными делами. Слово эрготерапия происходит от латинского ergo, структу занятий, греческого терапия, лечения. От греческого ergen, делать, работать и терапию сопровождать, лечить. Понятие эрготерапии это исцеление через деятельность. Это раздел медицины, который изучает методы и средства восстановления двигательных активностей верхних конечностей при помощи различных тренажеров и игровых занятий. Пример проведения эрготерапии. Эрготерапия означает терапию посредством занятий, направленность на восстановление и компенсацию утраченных функций и независимости у лиц, которые в силу состояния здоровья не могут осуществлять уход за собой, заниматься продуктивной деятельностью и проводить свой досуг. Это не только специальная лечебная гимнастика, направленная на тренировку мелкой моторики и координации. Она включает в себя знания по нескольким специальностям. Это психология, педагогики, социология, биомеханики, физической терапии. С помощью эрготерапии улучшаются двигательные, также когнитивные и эмоциональные возможности. Область применения. Это очень важная часть современных реабилитационных программ. Методы эрготерапии используются в лечении детей, страдающих детским и церебральным подвечом, пациентов с заболеванием с травмой опорно-двигательным аппаратом, особенно с повреждением позвоночника. Она помогает тем, чьи мышцы атрофились от долгонеподвижности, например, после долговременного постельного режима. Также в лечении последствий функций тяжелых черепно-мозговых травм входит в состав адаптационных программ для людей, стражающих психическими заболеваниями. Для эрготерапии характерен комплекс индивидуальный подход к пациенту. Эрготерапия вкоринтересует не только состояние пациента и характер его заболевания. В таком лечении имеет значение все. Окружение человека, образ его жизни, до болезни, личные склонности в лечении, увлечение телекта. Все, что улучшает качество жизни, позволит человеку вернуться к обычной деятельности, поседневности. Области эрготерапии. Это педиатрия, неврологическая реабилитация, реабилитация педиатрии, автотерапия, поддерживающая окружающую среду, невербальная коммуникация, психиатрия, психическое здоровье, алкоголизм, наркомания, токсикомания, гериатрия, инструментальная деятельность повседневной жизни, эргономические оборудования жилья, вождение автомобиля и другое. Педиатрия проводится детям с рождением до подросткового возраста. В случаях, если у них замедленное развитие, ограничение самостоятельности и дееспособности, если наблюдаются признаки наступления инвалидности или они уже стали инвалидами. Главная цель – достижение максимальной возможности самостоятельности ребенка в его действии. Это улучшение двигательных функций, регуляция тонуса координации, развитие и улучшение познавательных способностей, таких как концентрация внимания, преобразование интеграции информации, получаемых через органы чувств, компенсация физических ограничений ребенка с помощью вспомогательных приспособлений, нервоневрологии, эрготерапия, включая такие мероприятия, как торможение и ликвидация патологических движений и пост, улучшение координации равновесия, преобразование восприятия ощущений, получаемых через органы чувств, сенсорная интеграция, восстановление нервно-психологических функций, внимание, концентрация, наблюдательность, запоминание памяти, узнавание предметов восприятия пространства, времени и лица, овладение компенсаторными механизмами в целях замещения потерянных или нарушенных функций, тренировка бытовых навыков для развития самостоятельности в плане самообслуживания и быта, профессиональные деятельности, подбор необходимых вспомогательных средств, разъяснение изменений, которые неизбежны в быту, в трудовом окружении, а в случае необходимости изготовления приспособления соответствующих вспомогательных средств. В ортопедии В ортопедии Эрготерапия применяется при врожденных аномалиях тулущей рук и ног, заболеваниях позвоночника, воспалительных и дегативных заболеваниях суставов ревматической природы, повреждения костей, мышц сухожилий, при ампутациях и полуопухлях костей мышц и нервов. Цель эрготерапии состоит в том, чтобы восстановить подвижность, укрепить мускулатуру, нормализовать ловкость, улучшить координацию обеих рук и отдельных пальцев, используя специальные вспомогательные средства, шины и лангеты. Методы, которые применяются в ортопедии, методом эрготерапии, это упражнения на развитие подвижности, мышечной активности, выносливости, силы и улучшения чувствительности. Тренировка бытовых навыков в целях сохранения индивидуальной самостоятельности и самообслуживания в области личной гигиены, быту на работе. Тренировка по поддержанию подвижности суставов. Адаптация к ампутационной культе и тренировка к хождению на протезах. Изготовление специальной шины. Эрготерапия, психиатрия. Проводится при нарушениях развития личности и поведения, депрессии, шизофрении, нарушения питания, аффективное расстройство, деменциальные синдромы, расстройство при алкоголизме, наркомании, токсикомании, азарки. Цели проведения этой терапии развитие, улучшение и сохранение основных физических функций, энергичность, мотивация, выдержка, упорство, выносливость, гибкость, умение самостоятельно планировать свой режим. Способности к адекватной обработке восприятия ощущений, соотнесение с реальностью восприятия самого себя и окружающих. Также поведение в соответствии с ситуацией, социо-эмоциональной способности и способности к общению, познавательных функций, психической стабильности и уверенности в себе, самостоятельного образа жизни и общей работоспособности. Существует три метода функционального лечения. Все три. Это трудовой процесс, общение и творчество. Лечение назначается для психических расстройств, помочь человеку справиться с каким-то горем и тяжелым заболеванием и научить его жить с этим. Основные стратегии восстановления возможностей больного это развивающая стратегия восстановления пострадавшей функции, проведение мероприятий по возможному восстановлению функции верхней конечности плеча, предплеща, особенно кисти, являющейся неизменным участником цитально значимых мероприятий по уходу за собой питанием и другого пациента с травматической болезнью спинного мозга. Компенсаторная стратегия это замещение утраченной функции. При невозможности восстановления функции кисти необходимо подобрать ортезы, позволяющие облегчить выполнение утраченной функции. Специально по конструкции вилки, ложки, кружки, дверные ручки, приспособления для одевания в виде крючков на длинных ручках и так далее. Компенсаторная стратегия используется только в тех случаях, когда восстановление утраченной функции невозможно даже частично. Для оценки эффективности мероприятий используются шкалы оценки уровня функционирования, измеряющие возможность полного телесного сообслуживания и пользования предметами обехода, измеряющие локально те функции, расстройства которых приводят к нарушению жизнедеятельности, совмещающие измерения повседневной активности и ролевых ограничений. В своей работе эрготерапевт активно привлекают к выполнению заданий как самого пациента, так и родственника. Направление эрготерапии связано с адаптацией к выполнению бытовых функций. Это в специально оборудованных кабинетах пациент тренируется выполнять навыки по гиеническим процедурам. Банны, туалеты с анализом возникающих проблем и многократным преодолением. Также приготовление себе пищи связанной с питанием процесса на оборудовании для инвалида кухни. Популярное направление ландшафтной терапии и обучение вождению автомобиля. Обучение использования компьютером как в целях коммуникации, так и в целях организации, жизнедеятельности. Заказ товаров, оплата счетов, выполнение работ, связанных с свободой на компьютере и так далее. Лечебное питание является одной из помогательных технологий, применяемых в реабилитационной медицине. Является это применение диет в лечебных или профилактических целях для лечения с острыми заболеваниями при обострении или обострении хронических заболеваний или хроническими заболеваниями вне стадии обострения. Задача лечебного питания это совместно с другими методами лечения терминтозными, хирургическими, физиотерапевтическими, воздействует на причины, вызывающие заболевания, способствует скорейшему выздоровлению больного. Лечебное питание применяется индивидуально в зависимости от формы и стадии заболевания и назначается врачом в виде диеты, а также профилактической целью для повышения защитности организма и обезвреживания ядовитых веществ, попавших в организм человека на производстве и называется санитарно-профилактическими лечениями. Лечебное питание Непримеренным условием эффективности лечебного питания является сочетание принципов механического, химического, термического ощущения органов больных людей в количественном и качественном соотношении. Это проводится с целью предупреждения нарушения диеты питания и режима. С целью предупреждения нарушения диеты питания и режима нужен контроль медсестры за передачу продуктов от родственников больных. Для механического ощущения из пищи исключают продукты, богатые растительной клетчаткой, крупно-пусковую пищу, усиливающую моторику пищеварительных органов. Всю пищу в этом случае готовят протертой или мелкорубленной, без грубой корочки. Для химического ощущения запрещают острые блюда, вкусовые вещества, крепкие бульоны, отвары, кислые и соленые продукты, жареные блюда, усиливающие секрецию и деятельность всех органов. При этом рекомендуют пищу отварную, запеченную, приготовленную на пару, на молоке, вики-пенеанскую. Для термического ощущения из рациона исключают очень холодную, горячую пищу, раздражающую, действующую на органы пищеварения. Оптимальная температура подачи блюд в лечебном питании 15-65 градусов Цельсия. В организации лечебного питания существенную роль играет режим приема пищи. Одним из основных требований, которые являются равномерное распределение пищи в течение дня. Все блюда лечебного питания должны быть вкусными, привлекательными, заставлять больному не только пользу, но и удовольствие. Режим питания. Это определенное число приемов в течение дня. Оптимальный промежуток между приемами пищи равен 14 часам. Ночной перерыв должен составлять 10-11 часов. За 2 часа до сна пищу не поднимают. При 5-кратном питании организуется второй завтрак или 6-кратный полник. Существует 15 основных диет в столу. Некоторые диеты делятся на подгруппы 1А, 1Б для постепенного перехода от острых ограничений к расширенному питанию по меру их выздоровления. Диет 1, 2, 5, 9, 10 и 15 сбалансированы по калорийности и химическому составу и полностью обеспечивают потребность организма в пищевых веществах, поэтому могут использоваться больными продолжительное время. Диеты 4, 5, А и 8 и другие имеют несбалансированный рацион и назначаются на непродолжительное время. Ну вот перед вами характеристика диеты и список столов в зависимости от ноздологических единиц. Основные понятия цели, задачи и принципы виды и модели психокоррекционной и реабилитационной помощи. Пермин психокоррекции используется в научной литературе для обозначения специфического вида деятельности психолога-практиков. Слово коррекция буквально означает исправление. Психокоррекция называют целенаправленное исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. Особенности психокоррекции это ориентировка на клинически здоровых людей, ориентировка на среднесуточную помощь, среднесрочную помощь, направленная на изменение поведения и развитие личности человека. Техокоррекция это система мероприятий направленная на исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. Об этом уже говорили. Три основные направления в области постановки коррекционных целей. Это оптимизация социальной ситуации развития, то есть возможность пациенту вписаться в социум, который его окружает. Развитие видов деятельности ребенка, если мы говорим о педиатрии, и формирование возрастно-психологических образований. виды и модели психокоррекционной помощи. Это биологическая модель объясняет этиологию отклонений и развития снижения темпа органического созревания. Мы говорим сейчас опять о детях. Медицинская модель выносит проблемы и трудности отклонения развития в области аномального развития. И интеракционистская модель подчеркивает значение сбоев по нарушениям взаимодействия между личностью и средой для возникновения проблем развития, в частности вследствие дефицитарности среды, сенсорной социальной депривиации ребенка. Психологическая помощь есть в области способ деятельности, предназначенный для содействия человеку и сообществу в решении широкого круга проблем, порождаемых душевной жизнью человека в социуме. реабилитационная помощь может проводиться, состоять из медицинской, психологической, профессиональной и социальной. Кэкстренная реабилитация комплекс мероприятий направленных на своевременное предупреждение и скорейшее восстановление нарушений психосоматических функций, на поддержание работоспособности и должной надежности деятельности людей, работающих в зоне лечения чрезвычайных ситуаций, на профилактиках у них различных заболеваний. Прошу вас делать перерыв и затем мы продолжим. Перерыв 10 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. 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 Продолжаем лекцию. Воспомогательных технологиях физической реабилитационной медицины. Одной из технологий в реабилитационной медицине является санторно-курортное лечение, но в первую очередь хотелось сказать об актуальном санторно-курортном лечении в Крыму, которое позволяет уменьшить число воспринений хронических заболеваний, добиться стойкости продолжительности в месяц заболеваний, снизить потребность госпитализации и оказания оплаторной помощи больных, снизить нетрудоспособность, санторно-курортного лечения позволяет экономить экономию отнижения труда потери за правы лечения рецидива хронических заболеваний в течение года после санторно-курортного лечения и превышает 2-4 раза. Так как санторно-курортное лечение является, как правило, третьим этапом реабилитационного лечения, мероприятия Продолжение следует... 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 Это круглосуточно аэротерапия, которая оказывает психостимулирующие сосудорасширяющие энзим-стимулирующие действия. Воздушные ванны, катаболические термозакаляющие энзим-стимулирующие сосудорасширяющие энзим-стимулирующие. Солнечно-воздушные ванны, таласотерапия, тонизирующие катаболические сосудорасширяющие психостимулирующие эффекты. Сочетанный метод климатерапии – это лечебная гребля, катание на морских, речных или обычных велосипедах, дозированная ходьба, ближний туризм, спортивные игры на воздуху, лимонотерапия, пламотерапия. Климатолечение, согласно для больных из различных климатических зон, особенно контрастных, должно проводиться дозированно с учетом данных климатического мониторинга. Пример прописи климатотерапии для больных с артериальной гипертензией. В рамках программы «Интерсарго» стремится уменьшить бремя болезни, вызывающие воздействие ультрафиолетового облучения. Этот проект стимулирует проведение наушных исследований и разрабатывает надлежащие ответы на риски для здоровья путем распространения руководящих принципов рекомендованной информации. Данные предназначаются для различных целевых аудиторий, таких как люди, профессионалы, подвергающиеся воздействию солнца, туристы, школьники, население в целом. Большим богатством полуострова являются растительные ресурсы, среди которых выделяются хвойные леса и парки. Крымская флора насчитывает 2600 видов высших растений, из которых 220 видов относятся к эндемикам. Это является предпосылкой для круглогодичного лечения на курортах Крыма. Таласотерапия Таласотерапия имеет широкие показания и у взрослых у детей. Методики таласотерапии это дозирование купания в море по различным лечебным режимам, гидрокинезотерапия в море, акваэробика в море, методики ЛСК в море. Грязевые месторождения Крыма В Крыму распространены грязевые месторождения минеральных иловых сульфидных грязей и сопочной грязи. Сопочные псевдовулканические грязи встречаются в мегитории Керченского полуострова, Таватчинского грязевого месторождения. Уникальное природное образование данного типа Булганакское месторождение. В прибрежно-озерной лагуне Лиманной полосе находится около 300 соленых водоемов, известно 48 крупных соленых озер. По территориемому расположению выделяется 5 групп грязевых месторождений. Это и Патарийский, Тарханкутскую, Перекопскую, Чангар-Арабатскую и Керченского месторождения. В сарской грязи содержится в несколько раз больше аминокислот и витаминов, чем в лечебной грязи Мертвого моря. Перед нами карта-схема расположения прибрежных озер, лечебных ресурсов Республики Крым. Илова-Сульфидина-Грязь и Рапа. Это знаменитый город Саки. Озеро Саки. В городе Евпатория, группа озер, Черноморский район, озеро Джар-Эл-Гач, Керченский район, Булганатское месторождение, озеро Чакрак. К развлечению Евпатории. Механизм действия лечебной грязи проявляется в противовоспалительном, иммунотропном, дефиброзирующем, бактерицидном, анальгизирующем, антиоксидантном, репаративно-регенационном, гипокомбуляционном воздействии и активации гормонального зеркала. Иммунотропный эффект пилоидов проявляется в виде иммуносупрессии. Это при продолжительном и поверхностном, при объемном получении процедуры. Иммуностимулирующие при среднем воздействии иловых пилоидов. Иммуномодуляции при низких локальных воздействиях проведения грязевых процедур. Механизмы действия лечебной грязи, интересно сказал Наталан Талач-Бурден, механизм действия лечебной грязи такой же темный, как сама грязь. Уникальность лечебной грязи Клина. На кафедре биохимии Харьковского университета установлено, что содержание липидов всего 14 наименований в сакских грязях, в два раза больше, чем в илах Мертвого моря. По количеству витаминов в саксах грязи превосходит зарубежный аналог от 3 до 10 раз. Содержание аминокислот в илах саксах грязи также больше, чем в грязях Мертвого моря. Пилоидотерапия чтедосийского курорта. Действующим фактором этой терапии являются пилоиды озера Чакра. Грязи, которые содержат соли, иловую грязь, рапу, сероводород, органические вещества и микроэлементы. Они применяются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, центральной периферической нервной системы, органы пищеварения, кожи, лорорганов, гинекологических и урологических сфер. Рапа Саксского озера. Это действующим фактором, который является высокоминерализованный раствор, минеральный раствор, формирующий в естественных условиях грязевого месторождения. В состав рапы входят соли матрия, магния, кальция, железо, калия, ион, йода, трома, уборная ислота. Возможность лечебного использования соляных озер, лечебной грязи и фатрийского и тарханкутской группы. Перед нами таблица, представляющая группы соляных озер с засоренностью грязечастицами и возможностью их использования. Один из методов, применяемых при санитарном коронавлечении, это розовая соль в Кремских озерах. Есть фактором, который является комплекс каротиноидов, природный ввоз, глицерин, органический йод. Всего 77 элементов неорганики. Известным курортом бальнеологии являются черные воды. Действующим фактором, которого является минеральный источник, так называемая черная вода, или АДЖИСУ. Вода в источнике не имеет аналогов. Она хлоридно-кальцио-натрия, содержит йон, брон, бор, литики, железо, марганин. Стронцеб, аналий, цинк, цинк и также отзор. Метан, тяжелые углерводы, кислоту, сероводород и другие редкие газы. Природные минеральные воды Крыма. Нужно сказать, что Крым является еще известным питьевым курортом. На территории всего полуострова находятся питьевые месторождения для лечения больных с той или иной патологией. В судаке, в евпатории, в яблоке это сульфат, содержащие воды. В евпатории брон, в евпатории саки, это брон, содержащие гидрокарбонатные хлоридные натриевые. И черные воды, это хлоридно-кальцио-натриевые воды. Основные показания для курортов Крыма с питьевым и грязевым лечением. Это болезни желудка, кишечника, почек, сахарный диабет, болезни органов и движения. Болезни желудка, кишечника, в зависимости от органов. То есть распределение происходит в зависимости от территориальной нахождения тех или иных бальнеологических ресурсов. Минеральные питьевые воды Республики Крым насчитывают более 100 источников. На территории преобладают хлоридно-натриевые, хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные воды. К хлоридным натриевым относятся минеральные воды Айвазовская, источник расположен в северо-западне Старого Крыма, и Крымская, Сакский Рын. Сульфадно-хлоридными являются минеральные воды Надия, Скифская, 88. Выделяют также минеральные воды с повышенным содержанием органических веществ. Монастырская или Савлуксу. Воды с содержанием ортоборной кислоты. Это Планета, Сакская, Связовская, Кремнистые воды. Один из видов санаторно-курортного лечения, санаторно-курортной терапии является глинотерапия. Показания аналогичны для таких же, как для грязи. Рекомендуется при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, хронических болях суставов, бурситах, полиартритах, артрозах и ревматизме. При заболеваниях нервной системы отмечены результаты положительных при ДЦП, травматических повреждений спинного мозга и других заболеваний периферической нервной системы. При заболеваниях женской и мужской половых органов, дерматологии, при псориазе, экземе, стоматологии при парадонтозе. Аэрофитотерапия. Это терапия с эфирными маслами растений. Ароматерапия. Действующим фактором является аромамасла. Методами ароматерапии являются аэрофитотерапия, ванны, компрессы и другие возможности использования аромамасел. В зависимости от температуры воды и выбранных эфирных масел, ароматические ванны могут действовать бодрящей и успокаивающей. Компрессы обладают расслабляющим или протеорисуют судорожным действием. Разработан комплекс восстановительной терапии хронического катарального генгивита при применении эфирных масел, ваванных шалфеев и ультрафиолетового облучения. Какие перспективы применения аэрофитотерапии с эфирными маслами растений? Это болезни кожи, неврастения, болезни органов дыхания, неврастения, депрессии, реакции стресса. Фитотерапия. Действующим фактором лекарственного растения является лекарственное растение как источник новых биологических веществ, в том числе антибактериальных веществ. Гиорастение является первоисточником большинства биологических веществ. Всем растениям присущи антисептические, противовоспалительные, генеративные свойства. Лекарственное растение применяется в лечении противоволожных заболеваний, в том числе бактериальных и вирусных инфекций. Энотерапия. Действующим фактором являются различные продукты приработки винограда, вина, безалкогольные концентраты, еще виноградные дрожжи, виноградное масло и т.д. Доказано положительное влияние на проницаемые сосудистые стенки, профилактические атеросклерозы, обладание бактерицидными и противовирусными действиями, антивозрастным эффектом, который применяется в системе санаторно-курортного лечения. Все эти перечисленные виды санаторно-курортного лечения, которые применяются в Крыму, являются основополагающими методами, позволяющими повышать качество пациентов на санаторно-курортном этапе лечения. Актуальность санаторно-курортного лечения очень хорошо прозвучала у Александра Разумова, председателя Национального курортного ассоциации. Он сказал, что регулярное профилактикое лечение санаторно-курортных условий позволяет увеличивать продолжительность жизни человека от 3 до 15 лет. Спасибо за внимание. Продолжение следует...